КОНЕЦ 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 Арсений Петрович! Арсений Петрович! Мы все изучаем направление ветров, а задача состоит в том, чтобы повернуть их. КОНЕЦ 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 Арсений Петрович! Арсений Петрович! Вот, я опять вам. О, не забывают меня, синегорцы мои дорогие. Это мастер амальгама, наверное, сообразил. И откуда вам столько писать? Прямо удивляется. Из далекой страны Сенегории. А откуда же еще? Это я сотый раз слышу, а что к чему, не пойму. Ведь когда обещали рассказать, а все тянете? Все завтра, до завтра. Ну и что же, полярный день еще не кончился. Утро наступило неделю тому назад. И до вечера надо ждать не меньше трех месяцев. Завтра для нас с вами наступит не раньше октября. А я сегодня улетаю. Стало быть, так и не услышу обещанного. Ну ладно, Мичман, садись, расскажу. Только чур не перебивать меня. Хотите слушать, так слушайте. И принимайте все на веру. Понимаешь, была такая страна Сенегория. На карте определить ее не берусь. Открыли мы ее, когда еще был учителем у нас в Затонске. Были там у меня три закадышных друга-приятеля из шестого класса. Бутырев, капитон, главный коновод и закоперщик. Сейчас в примесленном золотые руки. Черепашкин, Валерий, сочинитель-поэт. И Тимка, Тимсон. Ну, этот на слова. Не очень расторобный, но на кулак. Ух, хорошие были ребята. Отличники, пионеры, без страха и упрека. Будь готов, всегда готов. Вот с ними-то мы и открыли. Эту самую Сенегорию. В Сенегории жили три великих мастера. Славный мастер зеркал и хрусталя Амальгама, искусный оружейник Изабар и знаменитый садовник Мудрый Дрон Садовая Голова со своей дочерью Мельхиоры. А потом в страну пришла большая беда. Злые ветры завладели Сенегорией и посадили на трон самого ветреного в мире короля фон Фарона без четверти двенадцатого. Он запретил Амальгаме отливать зеркала. Оружейнику Изабару разрешил мастерить только флюгера и ничего больше. Дрон Садовая Голова мог выращивать только одуванчики. А Мельхиора не знала, что она так хороша. Да потому что все зеркала в стране были перебиты ветрами. И когда наконец корабль мастеров рыбачьего затона пробился к берегам Сенегории, мастера не узнали некогда цветущей и веселой страны. Трех великих мастеров держали пленниками по дворце фон Фарона. ПЕСНЯ О, король! Ну? Петры раздуют твою славу на весь свет. Я знаю. Дуй, дуй, дуй. Дуйте! О, эй, одуванчик. О, инфантик. Пу! У-у-у! У-у-у! Я не знал, что садовник скрыл от нас самый лучший цветок. Почему бы твоей дочери не стать моей придворной ветреницей? У-у-у! Ха-ха-ха-ха! У-у-у! У-у-у! У-у-у-у! Видишь, как я добр? Я, король, предлагаю тебе стать моей ветреницей, а все отворачиваются от тебя. Так ты безобразна! Ха-ха-ха-ха! Смотри! Ха-ха-ха-ха! Неужели я так безобразна? Ты прекраснее всех на свете. Посмотри мне в глаза. Разве ты не видишь, как ты хороша? Нет. Я вижу в твоих глазах только любовь. Она слепит тебя, как и меня. Тогда подойди к водоему и посмотрись в него. Вода скажет тебе правду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Видишь, как ты безобразна. Ваше Величество, позвольте мне самой убедиться в моем уродстве. Разрешите мастеру амальгаме изготовить хоть одно зеркало. Заставьте его отлить неверное стекло. Отлить такое стекло, сказал фан-фарон. Три дня и три ночи клевал, шлифовал и гранил амальгама зеркала. У! Инфантик, гляди, как это зеркало коверкает человека. Нос поперек лица. Слава Богу, что это кривое зеркало. Мельхиора! 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 Теперь убедилась, какова ты. Да. Ваше Величество, наши лица и прекрасный ли короля это колдовское стекло уродует, а лицо этой упрямицы оставляет неискаженное. И мастер амальгама вскоре предстал перед судом. Ветры слетались на судилище. Господин флигермейстер, там? Первым прибыл... Господин Орд Ост! Северо-восточный ветер! Господин Зюйт-Вест! Юго-западный ветер! Господа ветры уже улеглись, то есть уселись? Юго-королевское величество, тишайший повелитель ветров! Он поран в бесчетверте двенадцатый! Признаешь ли ты себя виновным? Я виновен только в том, что не искажал прекрасного, не скрывал уродства, не льстил безобразию и говорил людям правду прямо в лицо. Орд Ост! Класс! 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 КОНЕЦ Ничман, время сводку погоды на аэродром давать. Арсений Петрович, Арсений Петрович! Что, погоди ты? Арсений! Арсений Петрович! 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 Граждане и леди! Граждане и леди! Зажигалки из красной меди! Горят свободу в любую погоду! Граждане и леди! Граждане и леди! Горят в любую погоду! Горит два года в любую погоду! Куда так спешишь? Да и как? Эх, палец, понимаешь, нарывает, но прям терпежу, нет! Да ну! Ай-яй-яй! Доктор говорит, придется вскрытие делать! Ай-яй-яй! Вскрытие только покойникам делают! А то еще заметно живу! Я лично еще не замечал, чтобы покойники зажигалками торговали! А ты видал, да? Да докажи, ну докажи! Граждане и леди! Зажигалки красной меди! Вот что, Лешка, я не доктор, болячки твои класть под микроскоп не собираюсь! Но скажу тебе, чтобы ты сегодня же был на работе! Понятно? Да! Твоя? Моя, ну... Забирай и не приваживайся! Что вам? На завод велел идти! Та кто ж она билетня? На билетне! Молодь, что все одно грозится! А здорово вчера вылепили Глаз как чугунка Аж закуривать можно Это бери руки вот так Я Я пошел Оставлявшись крепче двух друзей Диалер всем дитям привет Будь готов, всегда готов Сколько лет, сколько лет Будь так, бонжур, привет Привет Ну-ну-ну-ну-ну Ты не очень это знаешь Сверхнула шашка раз и два И покатилась голова Семсона Дай ему скажу Фаляй Хадуля, тебя предупреждали Чтоб ты бутырев не трогал Да А ты видал, чтоб я его трогал Видал Нужно мне подумать, что же в песчаных степях аравийской земли тригорные пальмы высоко росли. Тимсон, сказать ему все, пускай знает, пускай. Хадуля, это ты подговорил Вирюка, Митьку и Юрку с переправы, чтобы они капитона так... Да, факт. А ты докажи, ну докажи, докажи! Ты мне докажи, говорят тебе! А-а-а! 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 Эх, дать ему один раз! Вчера бы действовал, а теперь уж нечего. Ну один разок! Молчал бы. Молчу. Тихо-хо-хо... Тихо-хо-хо-хо... Довери! Честное пионерство! Отхват уверенность! Я вам сигнал давал! Вот так новость! Эй, таз на берегу! Молость, возьми курс левее! Кажется, ясно семо-форю! Ой! Чего стало? Сворачивай, не подходи к трапу! А я к вам вовсе не собиралась. Это наша школа как раз. Была ваша. Теперь мы и тут будем. Что это за такие мы? Юнги с Балтийского флота, ясно кажется. А-а-а! Значит, к нам эвакуировались. Кто это эвакуировались? Соображать надо все-таки. Мы морская пехота с острова Балаама, с Ладожского озера. И вообще об Афтиной разговаривать с вами не обязан. А я с вами не разговариваю. Вы же первые начали. Подумаешь, надел фуражку на бекрень и уже воображает. Погодите! Как позывные ваши? Какие позывные? Ну как вас зовут? А как звать не вам знать. Сначала народ, а потом как звать. Прима зовут. А фамилии не скажу. Бутырёва фамилия. Капитона Бутырёва знаете? Нет, не знаю. Дом в ремейственном самый главный мальчишка. А я его родная сестра. Разговорчики! Свистать всех надо! Есть свистать всех надо! Свистать всех надо! Это ещё что за номер? Сенегорца? Чепуховина! Пошли! Девчата-то наши с этими флотскими! Ну прям с ума тронулись! Ну и пусть их! Послал приветствия! 8-0-0! Отправил по назначению! А ну, мелкота! Скорзи! Кажется, ясно сказано! Очищай горизонт! Димсон! Держи себя в руках! Плыви, плыви дальше! Плыви, плыви! 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 Порщит! Проситация! Штиль Не курящие Жаль Минуточку Собственные работы Вы альбатросы, мы волские Чайки Одно к одному Все в порядке Навеки и без возмездно Кино будем смотреть? Кино? Так билетов, наверное, нет А у меня, то есть у моего товарища Имеются И как раз Пять Случайно взял А пока потанцуем Она Вся кровь во мне остановилась Берегись, сказал Казбеку Седовласый шах Вы, Рима, кажется, местная? Да, а что? Тогда скажите мне Кто такие у вас синегорцы? Не знаю Вот, письмо получил Синегорцы рыбачьего затона Приветствуют вас на своем берегу По поручению штаба синегорцев Абальгама Скорей Начинаю Скорей Скорей Капитон Слыхал новость? Послали приветствие юнкам Колька отнес Только имею в виду, капитон Этот самый моряк Письмо твоей сестре показывал Она смеется Ты ничего про нас не говорил? Не хватало еще Водские задаются Смотреть точно Что ж, мы так и будем молчать? И вообще собраться надо, капитон А то дело у нас гянет Правда, Степочкин мне по металлу отчитался Марченко по госпиталю хорошо действует Вот у меня все записано Ладно Покажешь еще как-нибудь Капитон Можно тебя от меня лично? От Тимсона вот От всех нас, то есть Верно, Тимсон? Говори Ты, капка, последнее время Манкируешь Это я манкирую? Да, манкируешь Спросил к Тимсона Да, Тимсон? Точно Вы уж как-нибудь пока без меня Некогда мне Особый заказ делаем Ты что же, отрекаешься? А кто за рог давал? Клятву Ну, капка, знаешь, это же просто Правда, Тимсон? Чего же? Арсений Петрович когда уезжал Кого назначил? Я же не отказываюсь на вовсе Только коммодором сейчас быть не могу Занят с утра до ночи Ну, капка, знаешь? Правда, Тимсон? Уж да А ходулище будет Сказал, кажется, нет Ну, пока ты командор, мы обязаны тебя слушать А будешь манкировать, то сами как знаем Верно, Тимсон? Верно, Тимсон? Точно Писем не было? Нет Нет, капка, мама, скоро приедет Скоро А почему она так долго не едет? Ты бы спать лучше пошла, Нюшка Видишь, человек кушает, а ты тыр-тыр, тыр-тыр Вот понимаешь, Нюшка, справедливости нет никакой Работаешь, работаешь, а говорят, манкируешь А как это манкируешь? Ну, как-как, попрекают, вот как Обиделись на меня, ребята Ну, и пусть их Ну, и пусть их Нет, не пусть, ребята свои, они какие-нибудь Иди лучше спать А ты мне еще ничего не рассказывал? А ничего Ничего не будет Как понимаешь, Нюшка, есть у нас на заводе парень один, Мишка Терентьев 27-го года рождения Неужели 27-го? Ну да, так вот он, понимаешь, сегодня четыре с половиной нормы выгнал Четыре с половиной? Ну что я тебе врать, что ли, буду? А откуда он выгнал? Рассказывай тебе, идем лучше спать Когда я буду только спать, тогда только уходи, надо спи скорее Так это ты, оказывается, записочки Флотским пишешь? Дай сюда И запомнишь, что брать тебя этого никто не просил Опять? Рим, я этому твоему флотскому ленточки пообрываю Так и знай И раз, и раз, и вместе, и раз Поверь, не чистить, от банки не оттирайся сидеть, прямёхонько И раз, и раз, и раз, и вместе, и раз Пошёл Позаймись Есть заняться И раз, и раз, и два, и раз, и два Глабачки, голлабачки, и уголодые? Еpis, смотри их Вез~! И два, и вместе, и два И два, и два, и Эй, Тимсон, Валерий, будет вам. Может, мы не обязаны тебя слушать, раз ты от нас отрекаешься. Верно, Тимсон? Да. Твоя? О, моя. Возьми. Ой, Флотский, Флотский. Теперь мы с ней от всех удалены. Ну, погоди. Эй, великий, в лужи волны великий. По полосатикам огонь. Плыви, мой челн. Куда целишь, типа воли вон. Эй. Эй, милый, корму подбери, намейте, адрес. Лужа малосольная. Эй, ты, ручок, малеха. Эй, стой, 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 стой. Клёшь. Чего пасушек гребешь. На море затонешь. Эй, милый, милый, милый. Разрешите, я им по-своему два слова скажу. Очень хорошо. Как раз кстати, прошу вас. Становись. Равняйся. Смирно. Срави, шурят. Матунин, мастер. Машков. Мичморк, сверхсрочной службы. Вот тут молодые кадры на заводе готовлю. Разрешите? Рота. Слушай. Вот что я хочу сказать, так частично, чтобы не нарушить военного секрета. Вот эти вот мои ремесленники, хорошо ли, худо ли, а выполняют сейчас специальное задание. И с превышением программы. Ну, кое-какие деликатные вещицы соображают для фронта. Так вот, я, извиняюсь, дразнить их, считаю, неуместно со стороны флотских. Точно. Недопустимый факт. Форменное безобразие. Какие такие между нами могут быть дразнилки? Дело-то не в том, как бить врага на суше или на море, а важно, чтобы его добить окончательно. Шутки его возьми совсем. Тем более, что вот эти самые мальчики, балтийские сыночки, такого в своей жизни хлебнули, что иному его сне не приснится. Сташук! Два шага вперед. Шагом! Парш! За что представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени? К ордену Отечественной войны 2-й степени представлен за оборону дальних подступов к Ленинграду. И за спасение своего раненого командира. Полихин! За что представлен к ордену Красной Звезды? За декабрьскую операцию на Ладожском озере. И за то, что, обнаружив милю, выпрыгнул с корабля и оттащил ее от борта. Вот она штука какая. Стоять вольно. Да. Между прочим, дело наше морское тонкое. И если не в обиду быть сказано у ваших ребят, то мы, если спросим насчет, скажем, азимута или девиации, вряд ли соображают. Сташук! Скажите нам, что такое есть девиация? Девиация есть отклонение оси магнитной стрелки компаса от меридиана под влиянием каких-либо явлений, как, например, может быть... Присутствие железа или иного ферромагнитного материала вблизи прибора. Ну, ежели насчет синуса-косинуса, то и у меня ребятки разбираются. Бутырев! А ну, скажите, Бутырев, какие вообще, допустим, бывают на свете фреза? Фреза бывают и употребляются. Радиусные, цилиндрические, спиральные, конические, угловые, хвостовые, торцовые, а также всякие прочие. Ну, хватит, хватит, хватит. Встанем в ряд и стой, Покудова. Ну, так вот. Стало быть, будем знакомы. Понятен разговор? Тот уже. На-ле-е! О! Ваню! Шагом! Парш! Дульков, Дульков, поаккуратней! Себя, что это, не касается? Это что еще? Значит, пять человек возьмешь с пристани. Ты пойдешь со мной на подстанцию, а Бондарчук на пристань. Насчет подстанции договорись с Петровым. Да, я должна сигнализировать. Сергей Фольфович, не проморгайте. Это может кончиться бог знает чем. У наших пионеров дело дошло до открытого столкновения с юнгами. Какие-то странные записочки с невероятным гербом. Смотрите, такой же знак на зеркале. Это целая организация, Сергей Фольфович. Я вынуждена сигнализировать и изъять. А чего тут сигнализировать? Поговорить с ребятами по душам, узнать как, что. Я здесь человек новый, Сергей Фольфович. У меня тут товарищ Гай работал. Видимо, большой фантазер. Я вынуждена многое искоренять. Да, трудная у вас работа. Искоренять, изымать и сигнализировать. Прости, пожалуйста. Да, слушаю, запишу. Кому? Сколько? Ну, посмотри, кому забили, нашим или юнгам. Да. Делаю. 3-0. Поздравляю. Сергей Фольфович, Сергей Фольфович. Главные коноводы страшно скрытные, ребята. От них ничего не добьешься. Сергей Фольфович. Вы мне стекла побьете. Ну, где они, твои преступники? Вон. Давай, иди сюда. Приветствую. Что такое там у вас было? С кем? Да с нашим, ребят. Да ничего особенного. Так, поцапались немножко ребятишки. Но мы с мастером втолковали положение. Между прочим, ваши все затонские задирают. Но, 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 ваши морячки тоже в долгу не останутся. Сергей Фольфович, у меня к тебе просьбишка. Там у тебя катерок валяется без дела в Затоне. А если б ты распорядился? Там и ремонт-то ерунда, не знаю, двигатель, да еще кое-что. А для моих юнгов посудина. А то мы совсем здесь осухопутились. Вот к ребятам обратитесь. Только уж придется вам, товарищи манечки, покланяться нашим ребятам. У них свои законы, мальчишек, своя порука. Вот пусть сами договариваются. Да договоримся, договоримся. Извиняюсь, наши, вашим. Вот они, голубчики. Прошу вас. Садитесь. Ну, вот так, значит. Сенегорцы. Ну, сенегорцы, сенегорцы, в чем дело? Может, вы все-таки расскажете, что это за такие сенегорцы? С чем их кушают? Не хотите, не надо. Значит, не заслуживаю доверия. Руковожу комсомолом района. Народ как будто мне доверяет. А вот некоторые пионеры, именующие себя этим самым, как... Сенегорцами. Да, сенегорцами. Не оказывают доверия. Плохо твое дело, товарищ Плотников. Ну, извините, что я побеспокоил. Можете идти. Я считаю, надо сказать. А, Тимсон? Решающий ком. И в Затонске. Ну, теперь, стало быть, решающее дело. Ставлю Затонским бабушку в окошке. Ну, юнги, держите за землю. Товарищ Плотников, мы вам все скажем. Только нам надо спросить разрешения у нашего командора. Вы уж извините, наши, в вашем. Так а ты самый главный у них? Командор. Командор. Ну? Здравствуй, командор. Сделай милость. Расскажи, что и как. А то живем в одном городе и даже не догадываются, что есть у нас какие-то... ...сенегорцы. Хорошо. Только уж не смеяться. Вот тут у него все записано. Интересно. Очень интересно. Постой, постой, постой. А я где-то уж видел этот герб. Да я у Юрки у моего в тетрадке видел. А он давно у нас? Да ну! Да только дома. Что только? Дома его больно строго держат. Чуть на лодку не пускают, боятся. Что, мы его топить собираемся, что ли? Да, действительно, что... Родителей нужно уважать, потому что без них еще хуже. Ну, а все-таки, откуда затонские сенегорцы придумали такой герб? Это пусть Валерий расскажет. Он с Арсением Петровичем Гайрю целую историю написал. Рассказывать? Интересно, послушаем. Интересно. Понимаете, была некогда такая страна, Сенегория. И жили в ней три великих мастера-сенегорца. Амальгама, изобар и дрон Садовая голова. Но вот случилось однажды, что страной завладел глупый король Фанфарон из четверти двенадцатой. И злые ветры. И вот ветры преградили путь кораблям-сенегорцев. Так что друзья долго не могли попасть в Сенегорию, чтобы помочь прогнать Фанфарона. А Фанфарон, между тем, уже успел бросить мастера-амальгаму в темницу, в башню дворца. Как узнать, где заключена Амальгама? Как найти его? На повестник Амальгаму! Чище! Юнки с тобой? Они всегда со мной. Вот они, мои волшебные вьюнки. А луч луны будет стволом, по которому мои вьюнки и взберутся, команданец. Следи за тронным залом. Мы будем ждать тебя по подножию башни. Пошли. 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 КОНЕЦ Амальгама спасен! А где же мессиор? Не возвращайся! Садя! Эльфри! Ты погубишь ее и себя! А вместе мы спасем и страну, и Мельхиору! Ты прав! Я буду работать с утра до ночи, и с ночи до утра! Но спасу страну и Мельхиору! А я добьюсь чудо с лидерами! И мы покорим ветры и спасем страну! Кто потеял ветер, он пожнет бурю! Отвага, верность, труд, победа! Отвага, верность, труд, победа! Вставай рапорт! По металлу лому первое место заняла наша улица! Сейчас! Значит так! Лому всякого 133 кило, шурупчиков 140! Проходи! А ты? А я провел в госпитале для раненых громкое чтение! Слух! А еще две книжки прочел сам про себя! Отвага, верность, труд, победа! А я накрасил плакат против Лёшки Ходули и тому подобных типов! Отвага, верность, труд, победа! Смирно! Товарищ командор, мастер большого костра, пионеры рыбачьего затона собрались по вашему сигналу! Зеркала проверены, костер зажжен! Ладно! Ладно! Ребята! Плохо делать, сейчас откажется! Ребята! Ребята! Я должен вам... Решил! Все кончено! Ну, мне приходится! Мне надо сказать вам плохое! Арсений Петрович убили! Капка, это ты верно знаешь? Мне Мичман сказал, он сам там на фронте, на севере был, он мне и зеркало Арсения Петровича, который мы тогда посылали. Ребята! Горе! И очень большое! Только мы дело не бросим! Сами уж как-нибудь! Одни! Я тут отказываться хотел, то забыть, и если когда монкировал, прямо сказать, так, мол, и так, Арсений Петрович, что говорил, что мы прежде всего пионеры! Пионеры военного времени! В общем так, если ребята не против, то я согласен, как прежде! Кто за? Против! В общем, давайте споем нашу песню! Пускай кто-нибудь запевает, а то у меня сегодня что-то горло простыло! Пусть ветер нам в лицо и нет дороги круче, но мы идем туда, где радуга цветет, окончатся гроза и разойдутся тучи. Вперед, товарищи! Вперед! 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 И не следа жена, порой привез на пуха Законит, судит, звезд, не струстит, не собрет Законит, не преда, ни родины, ни труда Вперед, товарищи, вперед Законит, не преда, ни родины, ни труда Вперед, товарищи, вперед Здесь проживает товарищ Бутырёв-Капитон Входите Мне товарища Бутырёва Я Бутырёв? Нет, мне нужно самого капитона Бутырёва Я это Разрешите Юнг Балтийского флота Сташук Виктор прибыл по заданию Присаживайтесь У нас к вам дело одно Такого свойства А мы ведь, кажется, с вами встречались Возможная вещь Допустимо, вполне Вот не припомню только Так насчёт чего будет дело? Дело оборонного значения Лежит там у вас в затоне катерок один А мне уже мастер говорил Это значит для вас Прошпаклюем-то вы, пожалуй, сами И рангоут, и текелаж поставим А вот вы бы нам насчёт движка помогли Рима! Налей товарищу чая Спасибо Не беспокойтесь Я ведь чисто по деловому На минуточку Дело неминутное Я этот Барка знаю С ним возни будет Это ведь не Ать-2, Ать-2 И не на сухом месте Вёслами водить Уж прям не знаю, что ей сказать Ну так помоги, будь другом Ну а что, и директор, или кто? Ну всё-таки У тебя авторитет есть, говорят Говорят? Ладно, сойдёмся как-нибудь Ну я пошёл Погоди, чего спешишь? Благодарствуем Сиди Чего ж спешите? Отдохните А кто это? Почему у него шапка назадом наперёд одета? А позади козырька нет Дядя Моряк А что это у него на ленточке написано спереди? Это, чтобы знали, откуда мы А-а-а, это, чтобы не посидеться? Ну, пьянюшка, спи Знаешь что? Пойдём к мастеру сейчас До свидания Пошли Кто тут? Мы с Тимсоном Ну зачем? К тебе этот Флотский пошёл Ну мало ли что, вот мы тут караулим Тише вы Вот Познакомьтесь Черепашкин Старшук Шохов Старшук Вот Корабль будем строить Вместе Корабль Настоящий корабль А с парусами или с машиной? А может так, чтобы с парусами паровой Там видно будет, как получится Ух, а хорошо бы, если вот так вот с парусами И паровой бы Как бы помчали Забор губовый А обшив починить кое-где придётся Тяп да ляп не построишь корабль Да, Тимсон? Ясно Лежит скелет полуистлевший Из глаз посыпался песок Это ещё вопрос Обязан ли я на этих моряков работать Только и знают, что поднимают на смех Нашего брата От тебя, Дульков, кстати, никто и не просит Работает только желающий Значит, в вопросе, что он, берётесь? Взяться можно Вот только дела хватит Модель выполнена Здорово, Валерка Здорово, молодец Молчаливый, молчаливый подплывает наш корабль Да, из-за острова настрежен на посторонечной волны, да? Хорошо Дело сделано, а? Возьмите, вот сейчас Ставьте Вот здесь будет кухня Не кухня, а камбус Ладно, кухня А вот тут будут койки Порядочные люди в плавании Их спят на рундуках Койки А корабль наш будет называться Арсений Гай Ну это уж как начальник скажет Нет Пусть так и называется Арсений Гай А кто это такой Арсений Гай Это Это один очень хороший человек Ну значит договорились Договориться-то договорились А ведь ходового инвентаря-то нет Ну раз договорились Значит все будет Субтитры сделал DimaTorzok Пластинки А патефон где? Были бы пластинки А патефон найдется Здорово Примочка Это вы сами? Какая красота И значок имеется Одну минуточку Одну минуточку Спасибо от моряков И синегорцев Рыцарь-лечесый сладь Прибыл по сигналу Походная аптечка Мало ли что бывает Для плавания сгодится Еле уговорил мать Ухо и сейчас болит Будильник вулкана Хранитель большого огня Прибыл по сигналу Вот принимай На складе нашел Ходуля Где стол был язв, там гроб стоит По ордеру получил Ха-ха-ха-ха Ходуля Да Эх, личный компас лежал-ка Компас, знать пора Сенегорец Сенегорец тоже знать пора Небось, с таким компасом До самой Сенегории дойдешь, а? И дойдем Труд есть? Отваги хватит Верность найдется Победа будет И дойдем И дойдем А что? Где дело хорошее Без нас не обошлось Там тебе и Сенегоре Голова Мирно! Правление на середину Тише, ребята Товарищ Платников Говорить будет Здравствуйте, товарищи юнги Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, товарищи реветельники Здравствуйте Сограждане Слыхали ли вы такое слово? Батрахомиомахия А? Нет, так я и думал Это вона Мышей и лягушек Кто из вас Сухопутных мышей изображал Кто земноводных лягушек Вы в этом сами разберетесь А я, признат сказать Мало этому радовал В такое Неописуемое время Идет такая глупая возня Между эдакими славными ребятами А вот Сошлись На хорошем деле И пошла Сенегорья Пошла Пошла у вас Славная дружба Помянем Друзья Благодарным словом Этого человека Верная Смелая Доброе сердце было у него Таких людей воспитал Отвага Верность Труд Победа Вот их Боевой девиз Пусть это сначала игра была Сказка Тихая думка У костра И вот Глядите сами В славном деле Пригодилось Ну Открывайте Торжество 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 Устаться шум на флаг, смирно, сравнение на флаг, поднять флаг, есть поднять флаг. Корабль подходящий, ход-то какой! Услов восемь делай! Капка! Становись на нос! Снимаю! Мина! Стоп! Павли назад! Павли назад! Павли назад! Ребята! Чувак за борту! Постереди одежды! Павли назад! 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 КОНЕЦ Да, наследила война. Сколько не вылавливали, а вот и до нас одна доплыла. Капка, ты только маме не говори, а то мне такое будет. Вот как нескладно всегда выходит. Самое интересное начинается, а я уже не запишу. Ну ты брось это, Валерий. Ты, наверное, не очень сильно ранен. Нет. Доктор сказал уже, хабитус. А когда уж так говорят, значит крышка. Ну, это еще неизвестно. Это ты зря. Брось это, Валерий. Нет, ты вот что. Ты возьми тетрадку, ты напиши там все подробно. Да, и про меня тоже. Ты как про это напишешь, а, Капка? Ты напиши. Ему было очень страшно, потому что только первый раз в жизни ему приходилось умирать. Но он не струсил нисколько. Напишешь? Скажите, доктор, а это не все? Доктор, доктор, что такое хабитус? Это опасно? Хабитус? Хабитус бывает разный. Хороший, средний, плохой. Хабитус это телосложение. А у меня есть хабитус? И довольно приличный. Спасибо, доктор. Эх, ха-ха-ха. Валерий, Валерий! Хабитус это ничего. Хабитус это совсем не опасно. Доктор говорит, что у меня тоже есть хабитус. Хорошие у нас хабитусы растут. Ну вот, скоро юнгов домой в Ленинград провожать будем. А наш что? Хабитусы. Дрались, дрались, а как расставаться? Так сами добровольно. Катер подарили. И пойдет Арсений Гай вверх по Волге. По Шекснерике, на Негу, на Ладогу. Доктор, а что если с ними Валерку отправить? Чистый воздух. Интересно. Поправка здоровья. Капка. Ну, капка, как хозяин корабля, непременно должен ехать. А Тимсон. Ну, этого, ежели не пустишь, так сам убежит. И поплывут наши ребята в свою Сенегорию. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай. Ну, что остановился на самом интересном месте? Прекрасная Мельхиора томилась в плену. В грязном подвале, куда бросил ее фанфарон. Злой жестокий Норд-Ост завалил снегами прекрасные берега Сенегории. Сковал холодом землю, заморозил море и преградил путь кораблям-сенегорцев. Но мастера рыбачьего затона не струсили. Не такие это были ребята. Они вроде вас, морячков. Храбрые и одеты, похоже. Они пробились на корабле сквозь бури и пюги. Три храбрых мастера-сенегорца вооружили своих воинов славным оружием. Они прибыли к берегам Сенегории и на легких лыжах бросились ко дворцу фанфарона. На штурм! А дрон Садовая голова на лыжах не мог. У него в коленке ревматизм был. Так он на своем ходу, самоспуском. Три храбрых мастера-сенегорцев Мы все изучали направления и ветров. А задача состояла в том, чтобы повернуть их. Три храбрых мастер-сенегорца вооружили своих воинов. Три храбрых мастер-сенегорца вооружили... И Зобар поставил свои новые флюгера, и ветры пали к ногам победителей. Ух, испугался же Фанфарон, когда увидел их. И до того он перетрусил, что все пошло у него в голове вверх тормашками и задом наперед. Инфантик, ко мне! Бежим! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья подняли знамя Радуги, юнка и стрелы Отвага, верность, труд, победа Ну и я там, конечно, был Ничего не позабыл Взял на заметку для истории Вот вся сказка о Сенегории КОНЕЦ Вот он какой, город русской славы Город Ленина КОНЕЦ Мне бы посмотреть, где Арсений Петрович Туда допустит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ